Центр арктического туризма разработал 18 маршрутов для жителей и гостей Нениского округа. Шесть направлений ориентированы на летний отдых, остальные 12 – варианты зимнего отдыха. Подробно о новых турпродуктах в программе «Актуальное интервью» рассказал начальник отдела продвижения и реализации турпродуктов Центра арктического туризма Алексей Бажуков. Одним из самых востребованных зимних турмаршрутов для гостей с большой земли, по словам эксперта, станет поездка на Северный Тиман. Ее география в этом году заметно расширена. В том году она ограничена была у нас Нижним Каменным городом и Каньоном Большие Ворота. Сейчас мы забрались уже достаточно далеко. Верховье Белый, все это на снегоходах, все это по нехоженным, нетронутым, так скажем, цивилизацией, тропами. Помимо этого, сейчас говорить стоит уже о летнем сезоне, который практически у нас завершается. Но вот раскачались мы вот сейчас, почему говорю раскачались, потому что организация и создание туристского продукта – это емкий комплекс. Тем более мы организуем безопасный и стараемся делать качественный туризм, поэтому в первую очередь тут рассматривается безопасность. Мы неоднократно, прежде чем его запустить, сами его проходим, сами его прорабатываем, где-то потом впоследствии организуем пресс-тур для информационного освещения этого маршрута. И только после этого мы, наверное, уже будем готовы вести по нему людей. У нас есть, конечно, так скажем, уже некоторая база наших постоянных клиентов, которые просят опробировать новые маршруты на них. То есть они готовы, порой они даже не знают, что их толком-то на самом деле ожидает. Имеют некое представление, но что на самом деле на выходе будет, толком не понимают. Но по возвращению это всегда огромный шквал эмоций и слова благодарности. Сейчас вот на летний период мы запускаем, ну, новый, не новый, это район реки Куя. Он достаточно простой, доступный и в большей степени, конечно же, ориентирован на наших граждан Нинско-автомного округа, на наше население. Почему? Потому что это принцип тура одного дня. Одного дня или тур выходного дня, как еще его назвать, если он, допустим, с ночевкой. Однодневный или двухдневный водный маршрут в районе реки Куя к Дедовским озерам рассчитан на группу из четырех человек. Туристическая поездка позволит полюбоваться природой Нинницкой тундры, порыбачить и заняться сбором дикоросов. Как рассказал Алексей Бажуков, изначально маршрут тестировали как конноводный, но практика показала, что лошади не готовы передвигаться по тундре с седоками. Доставка групп будет проходить на резиновых моторных лодках.